В Ленинском районном суде продолжаются слушания по делу бывшего ректора СОГМА Тамары Гатагоновой и ее заместителя Жанны Гецаевой. Женщин обвиняют в превышении должностных полномочий. Сегодня должны были допрашивать четырех свидетелей, однако ни один из них в зал за суда не явился. Обо всем подробнее мы узнаем у Карины Гигалаевой. Карина, тебе слово. Громко уголовное дело против ректора Северо-Остинско-государственной медицинской академии Тамары Гатагоновой начали рассматривать в Ленинском районном суде в августе этого года. Экс-руководителя ВУЗа обвиняют в махинациях с купленными нежилыми помещениями на бюджетные деньги. По версии следствия, в 2009 и 2010 годах руководитель ВУЗа вместе с главным бухгалтером Жанной Гецаевой проводили открытые аукционы. По их результатам они закупили нежилые помещения на 10 миллионов рублей, что дороже их рыночной стоимости. По данным следствия, общая сумма ущерба составила 86 миллионов рублей. Обвинения предъявили сразу по нескольким статьям. Злоупотребление служебными полномочиями, нецелевое расходование бюджетных средств, мошенничество, растрата и служебный подлог. На имущество обвиняемых до окончания следствия по решению суда наложили арест. Не исключено, что это имущество полностью конфискуют. Обеим женщинам может грозить наказание в виде 16 лет лишения свободы. Добавим, что за полтора месяца по резонансному делу прошло 6 заседаний. 22 августа допросили 5 свидетелей. Среди них Игорь Морзаев, главврач Республиканской психиатрической больницы. Ребек Тумаев, бывший главврач Республиканского онкодиспансера. Оба свидетеля утверждают, медучреждения предоставляли ВУЗу помещения по договору аренды. Однако площади, указанные в договоре, и те, которыми ВУЗу фактически пользовались, не совпадали. Тогда же допросили и Олега Савлаева. В 2009 году на момент покупки академий помещение на Владикавказской, работал за вхозом ВУЗа, был в акционной комиссии. Утверждает, что по указанию руководства второй этаж и мансарду недостроенного здания по госконтракту купили по максимальной цене. Сегодня на заседании должны были опросить четырех свидетелей. Однако ни один из них на слушание не явился. Тем не менее, зачитали показания одного из свидетелей Чингиза Гасанзаде. Из них следует, что свидетель долгое время был главврачом стоматологической клиники, которую курировала медакадемия. В 2007 году в поликлинике начались ремонтные работы. Вместе с этим было принято решение расширить площадь стоматологии. В своих показаниях Гасанзаде утверждает, что в процессе ремонта обнаружились документы и акты, которые он не подписывал и даже не знал о них ничего. Что касается оставшихся трех свидетелей, прокурор и сторона защиты ходатайствовали о повторном вывозе их в суд. Следующее заседание состоится 25 сентября. Карина Гигалаева, Александр Каджаев. Новости Осетии.